Здравствуйте, уважаемые союзники! В прямой эфир выходит программа «Четверть часа» в студии Светланы Ладина. Сегодня мы продолжаем показ фрагментов дискуссии на тему «Ценности России. Семья», состоявшийся в Сретенской Духовной Академии в Москве. Два часа назад в эфире вы могли видеть вторую часть проекта, а сейчас я предлагаю вашему вниманию его продолжение. Напомню, что участники встречи – люди, посвятившие свои силы и таланты защите жизни детей до рождения, помощи семьям, укоренению в нашем обществе христианских ценностей и принципов жизни. Клирик столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы Протерей Александр Березовский. Генеральный директор благотворительного фонда поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Учредитель политической партии «За семью», лидер движения «40-40», отец девятерых детей Андрей Кормухин. Директор кризисного центра «Дом для мамы» православной службы милосердия Мария Студеникина. И публицист-миссионер Сергей Комаров. Значимым этапом в развитии государственной семейной политики стало принятие документа в 2014 году концепции государственной семейной политики. Документ важный, он большой, но с другой стороны есть проблема исполняемости таких масштабных программ. Вот что с тех пор удалось сделать и что еще ожидает своего исполнения? И вообще какова роль этих документов? Вот все время что-то принимается, вот допустим тот же документ о ценностях, да? Каково соотношение документов и реальной жизни? Как это все вообще продвигается? Ну на самом деле документы это очень важно. Да, к документам надо дойти. И именно общественное движение, оно может привести общество к этому. В общем, когда мы говорим государство, отделяя, вот, ну, якобы это некие люди, чиновники, власть, а вот мы тут обычные люди, в общем-то все наоборот. И если бы мы так сильно этого всего желали, то, в общем, государство оборачивается в нашу сторону, и государство не хочет никаких волнений, да? Если общество хочет, давайте общество сделаем. Если бы мы так хотели, чтобы аборты закончились, да? Наверное, в принципе, их было очень мало, да? Люди бы не голосовали ногами, не было бы такого количества абортов. Да, общество было бы, очищалось от них постепенно, да? И постепенно, постепенно, уже на уровне каких-то законов общество пришло к тому, что мы их узаконили, а теперь вот обратно, да, делаем. Но ведь движения общества такого нет. И законы, которые принимаются, они в 100% принимаются только от движения снизу. Движение говорит сейчас общественное, что нужен закон о многодетности. Пожалуйста, мы к этому движемся, да? Мы говорим, что надо разделять многодетных и малоимущих. Да, вы сейчас прям очень часто об этом стали говорить. Главное, чтобы не замолкали. Вот если мы все-таки эту тему дожмем, да, то это будет две совершенно разные меры. Потому что вот тезис о том, что зачем плодить нищету, он настолько нас деформировал, что понятие многодетности нищета, это срослось. И вот вчера и позавчера новость такая в СМИ крутилась, что многодетная мать 15 детей, она там что-то натворила с детьми. Она там какое-то запрещенное лекарство давала ребенку. Потом начали, значит, смотреть, что на самом деле ее детей там только двое. Потом троих она через суррогатную мать родила, остальных она усыновила. Она через этих детей зарабатывала. Короче, вот я все это читаю. На меня просто СМИ вышли и говорят, откомментируйте. Я вот читаю и думаю, но ведь СМИ очень лукавы в подаче новости. То есть они на первый план выставляют, что она мать 15 детей. И опять этот образ маргинализируется. А нам надо как бы сделать обратное. Проблема в том, что у нас всего сколько процентов, я не знаю, 2% у нас, что ли, вот у нас традиционалистов, да? И представляете, какой силой нам надо обладать, чтобы что-то сделать? Чтобы были эти законопроекты, указы, приказы, все эти легли на бумагу. Более того, их никто за нас не напишет. А мы, когда начинаем объединяться, у нас есть очень большая проблема. Мы не объединяем. Подтвердят все, кто тут сидят. Мы, когда пытаемся что-то сделать, у нас начинаются у каждого какие-то свои движения. Мы очень разрослили. Это очень большая проблема. Мы это, даже церковь имеется в виду. Ну, мы люди, которые вот исповедуем одни ценности. Традиционалисты, скажем, да? Да, консерваторы, традиционалисты. Мы вроде бы что-то пытаемся сделать, но нам это сложно очень дается. У каждого свое видение какое-то, да, в этом смысле? Ну, тут миллиард причин. И суть в том, что нам надо... Не стыд-то мы вернули, она тысячи рублевую купюр. Не-не-не, очень много всего делается, конечно. И слава Богу, и что есть люди, и что они пассионарные. Но нам, как бы, вот нам, всем в укор, что все-таки нам надо быть сплоченнее. Потому что, например, наши братья-мусульмане, они тянут друг друга очень активно. Они просто видя там в одном обществе своего единоверца, они сразу начинают помогать. Они держатся вместе. У нас, к сожалению, это почему-то нет. Я не знаю, это какая-то проблема времени нынешних лет. Я не знаю, где это началось и когда. Да, может быть, так всегда было на Святой Руси, кто его знает. Но это вот такая внутренняя проблема. И кажется, что есть какая-то консолидация. Вот пришли эти православные, так а внутри православных тоже там все очень непросто. Поэтому бумажки эти все нужны. Они должны быть написаны всегда, когда ты просишь что-то у власти, у чиновников, ты к чему-то привязываешься. Вот 809-й указ. Будьте добры. Там есть такая фраза. Поэтому мой антиаборный проект должен быть внедрен. Мне эта бумага очень помогает. Но эту бумагу мы сами должны принести. Мы сами должны ее инициировать. Мы должны найти союзников, которые нам ее напишут, юристы и так далее. И после этого уже государство это принимает. Потому что мы – сила. Но чтобы стать силой, надо обладать духом. И вот наш дух – это наша уже молитва и наша действительно сопричастность к телу Христову, к церкви. А вот простой человек, маленький человек, что может сделать? Просто молиться? А как он может помочь этому движению? Потому что мы сейчас говорим «мы, мы, мы». А вот что делать? Ну как, все просто. Либо ты объединяешься с союзниками. Опять-таки ты не в одиночку. Броуновское движение устраиваешь в обществе. Ну, хотя иногда и одиночные пикеты – это тоже хорошо. То есть участие в каких-то таких противоабортном движении и так далее, активности. Много разных, да, про семейных инициатив. Всегда можно найти союзников, с кем объединиться. И я очень бы просила бы это делать, потому что, ну, всегда нужны единомышленники. Ну и второе, или даже, наверное, в обратном порядке, первое – это, конечно, молитва. Еще раз повторю, что только чудо Россию спасет. Причем молитва именно об этом. То есть именно об этом Бога надо просить. Да, да, да. Мы начали, кстати, вот мы начали молиться. Вот уже 13-й молебен у нас больше года молимся в храме Александра Невского при МГИМО. Это антиабортный молебен. И в том числе просим, чтобы и законодательные инициативы были приняты. Молимся за всех соратников в других фондах. Мы поняли в какой-то момент, что это вообще невозможно сделать без молитвы. И сейчас начали молебны вот в храме Симеона Столбника на Новом Арбате о создании семьи и рождении детей. Это процесс, он в нескольких измерениях идет. С одной стороны, ты ногами ходишь в кабинеты. С другой стороны, ты прописываешь все эти документы. А третье, ну как бы ты же трехсоставен как человек, да, душа и тело. Ты так и должен действовать во всех трех измерениях. Молитва обязательно. И не единоразовая какая-то, а вот постоянная. Ну как бы такое, как некий механизм тоже продвижения. Это постоянная молитва о том, чтобы у тебя и у твоих людей, которые занимаются тем же самым, все получалось. Просить Бога. Бог должен быть вовлечен в этот процесс. Или ты должен вовлечен быть в божественные процессы. Ну это сейчас разорвать вообще невозможно. Потому что на человеческом уровне вообще это не исправит. Это настолько все далеко зашло, что мы как бы одной ногой действительно в апокалипсисе туда сползаем. Уже видим эти все искусственные интеллекты, все остальные процессы. И нам вот какие-то такие не совсем позитивные моменты нашей нынешней истории помогли. Это специальные военные операции. Но война не бывает без попущения Бога. Поэтому это нам дана такая пауза, момент подумать. Причем умыться просто слезами. Кровяными слезами умыться и понять, что вот тебе время. Она очень дорого куплена смертью других людей. И ты должен тут действовать. Отец Александр, насколько вы поддерживаете такие мысли? Нужна ли церкви особая молитва о семье сегодня? Может быть нужна патриаршая молитва не только о победе, но и на эту тему? Конечно, очень нужна. И потому что мы опираемся на слова Спасителя, который говорит, просите и дастся вам. Все, что не попросите с верою, будет вам от Отца Небесного. И где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них. Поэтому объединяемся, конечно, в первую очередь в молитве. И потом во всех наших остальных усилиях, направленных к одной цели. Это вот традиционная наша христианская семья. Обязательно молитва должна быть. И, к счастью, она совершается. Патриарх всегда бывает инициатором таких молитв. И они совершаются во всех храмах. И по инициативе уже настоятелей зачастую и молебны совершаются, и даже крестные ходы. Ну, все, все, что вот в силах церковных общин, оно все имеет место быть. В ближайшие дни мы покажем вам еще три части этого искреннего разговора о том, как в нашей стране принести Богу деятельное покаяние в узаконенных массовых детоубийствах, как остановить конвейер смерти, преодолеть абортивное мышление в обществе и увидеть в каждом зачатом ребенке дар Божий, как помочь многодетным семьям, как воспитать будущих отцов и матерей. То, что для людей, выращенных в христианском обществе, было очевидным и, само собой, разумеющимся, те понятия и нравы, которые соответствуют воле Божией о человеке, сегодня требуют восстановления в масштабах всего народа. А иначе читайте книгу святителя Николая Сербского «Война и Библия. Коренных причинах войн и средствах привлечь милость Божию». Активным движением к тем горчайшим последствиям, которые мы пожинаем и которые призваны исправить, были революционные события в России. 13 ноября – день памяти первого убиенного богоборцами XX века священника, клерика Екатерининского собора в Царском селе, священномученика Иоанна Кочурова. За 46 лет своей жизни он стал участником великих дел. Рожденный в благочестивой многодетной семье сельского священника, Иоанн также выбрал путь служения в церкви. После Рязанской духовной семинарии окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. И в соответствии с тем, что отец Иоанн стремился быть приходским батюшкой и участвовать в миссионерской деятельности, он был направлен в Алиутскую и Аляскинскую епархию, где служил в общинах святого Владимира в Чикаго и трех святителей в Стритере. Богословские знания в сочетании с глубиной веры давали незаурядные плоды. В православие переходили униатые католики, число прихожан росло, действовали воскресные школы. Образовались Свято-Никольское и Трехсвятительское Братство. Строились храмы. Церковные тексты переводились на языке коренных народов. Отцу Иоанну довелось служить по домофорам святителя Тихона, будущего патриарха Московского и всей России, назначенного на Алиутскую и Аляскинскую кафедру и высоко ценившего таланты и душевное расположение деятельного священника. Прослужив в Северной Америке более десяти лет, отец Иоанн со своей большой семьей вернулся на родину. С 1907 по 1916 год он нес служение и преподавал в Нарве, а затем был переведен в Екатерининский собор царского села, где его приняли тепло и с большим уважением. Когда в столице и ее окрестностях развернулись кровавые события, в ответ на просьбы прихожан и исполняя пастырский долг, священники Екатерининского собора провели в городе крестный ход и сугубо молились о прекращении междоусобной протеубийственной брани. Молитвенное шествие проходило под артиллерийским обстрелом. Одновременно с этим совершался вывод из города казачьих частей, а на следующий день царское село беспрепятственно заняли красное. Тяжело читать строки о расправе над отцом Иоанном. Он стал первым священномучником XX века в России. Отца Иоанна Кочурова мы видим на иконе собора новомучников и исповедников Церкви Русской, который возглавляет святая царская семья. Посмотрите, как все переплетено. Отец Иоанн служит в царском селе, где в течение полугода содержатся под арестом царственные страстотерпцы и удостаивается мученческого венца, будучи клириком собора святой Екатерины. В городе святой Екатерины, Екатеринбурге, принимают смерть за Христа государь Николай II, государыня Александра Федоровна, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Прославлению августейших мучеников Церкви в Отечестве предшествовали народные почитания и свидетельства о благодатной помощи по молитвам к ним, в том числе и чудеса, которые явно происходили от мироточивой иконы царя-мученика Николая II. Сегодня мы молитвенно вспоминаем человека, которому Господь судил на протяжении нескольких лет сопровождать эту святыню в поездках почти по всему миру. Ровно три года назад, после тяжелой болезни, скончался начальник войсковой православной миссии Игорь Евгеньевич Смыков. Мы с благодарностью вспоминаем, как несколько лет подряд Игорь Евгеньевич доставлял святыню на царские дни в Екатеринбург для участия в крестном ходе от храма на крови Даганиной Ямы и как привозил чудотворную икону в нашу студию. Царство Небесное верному рабу Христову. Уважаемые союзники, на этом пока все. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин